Всем привет, народ, меня зовут Сергей Лав И сегодня мы будем продолжать темы, начатые в предыдущем ролике Это, ну, на самом деле, и дня рождения, и заданные дилеммы Давайте, наверное, закроем тему с днём рождения Просто я хотел выразить ещё раз благодарность тем, кто Скинулся мне на подарок какой-либо Я двух-то человек не ожидал Но потом ещё несколько людей откликнулись И получилось так, что мне набралось ещё Немного, немного напрям в Геншине Даже я смогу несколько месяцев купить Что шикарно, на самом деле И я, на самом деле, благодарен не только тем, кто скинул Какие-то суммы мне в подарок, да, чего я не ожидал Да и не призывал Вот, но вообще всем тем, кто меня поздравил Потому что сперва мне показалось с утра в 12-м Мне показалось, что меня в этом году поздравят Ещё меньше людей, чем в прошлом, а в прошлом поздравлял Ещё меньше, чем в позапрошлом, ну и так далее Да, то есть всё идёт по наклонной Но нет, на самом деле, по итогу Вообще у меня было ощущение, что день удался То есть действительно было такое праздничное Приподнятое настроение И поздравляли меня много Поздравляли везде и в ВКонтакте люди поздравили И в Дискорде, и в клане по Принцесс Коннекту люди Отозвались и на каналах, и плюс вот опять же подарки Понятное дело, что, как говорится, важно не подарок, а внимание Но сами, я думаю, вы понимаете Когда ты, блин, гробишь кучу часов ежемесячно На съёмки каких-то роликов, на какие-то рассказы Да, и наливая с этого отдача, получается Да, канал сколько там, 500 рублей в лучшем случае приносит То, извините меня, спасибо, от этого ни жарко, ни холодно Да, ты прижигаешь на этой жизни, а толку с этого абсолютно никакого Да, поэтому какая-то материальная здесь поддержка Она, конечно же, очень-очень сильно остро ощущается И вот благодаря этому у меня есть теперь премовьеншин Так что я больше не фритоплейщик И это нас подводит к продолжению темы, которую я задавал Это дилемма, на самом деле Я начал какие-то подсчёты делать, естественно, до всех этих подарков Потому что, ну, надо было что-то думать же с решением И в первую очередь я пошёл смотреть, откуда там вообще сыпятся вот эти камни Потому что, естественно, я нифига не помню, откуда они там попадают Ну, то есть, понятное дело, что откуда-то сгачи вот эти вот звёздные пыли Откуда-то сгачи, но за что именно, в каком количестве, непонятно То есть, меня интересовал вопрос, сколько мне нужно делать клик Может быть, я в прошлом ролике оговаривался об этом Но я подсчёты делал уже вот после ролика этого стопудня Какие-то конкретные Вот, короче, оказалось, что дают 15 вот этой пыли За каждую трёхзвёздочную пушку, которая падает Ну, то есть, всё, что трёхзвёздочных персонажей не существует Да, соответственно, не существует, ведь в Genji вроде нет Соответственно, всё, что не персонаж, вот тебе приносит пятнарик Соответственно, тебе нужно сделать, сколько там получается, 5 кликов Чтобы получить купить за один отсюда дополнительный клик Так как мы покупаем ежемесячно 5 Соответственно, умножаем 5 на 5 Получаем 25 кликов Нам нужно ежемесячно вкрутить Для того, чтобы выкупить вот эти шняги Но, с учётом того, что каждый десятый клик точно даёт четвёрку А то и, на самом деле, там больше процентов То я прикинул, что где-то нужно делать 27, 28, а то, возможно, и даже 29 кликов ежемесячно Чтобы выкупить вот эти премиальные, так скажем, да, крутки Ну и, соответственно, умножаем на 2, чтобы выкупить всё вот это дело На всё вот это дело я рассказывал подробно Сейчас не буду повторяться, да То есть, в принципе, на несколько месяцев этим можно пренебречь и закрыть глаза Это не настолько там геймченджер какой-то Вот, но я почесал репу И мне на глаза попала ещё вот такая таблица Где она, кстати... Да, кстати, народ, пока не забыл Насчёт не таблиц Чё-то у меня какая-то проблема с виндой Не знаю, кто-то, может быть, сталкивался По-моему, как раз-таки где-то то ли 12-го в днюху у меня винда обновилась То ли 11-го, может быть, не с обновлением это связано А какой-то вирусняк поймал, хотя я в эти дни вообще никуда особо не лазил Короче, проблема в том, что приложения полноэкранные не хотят альтабаться и вообще переключаться То есть на них переключаешься, и оно тут же смаргивает И рабочий стол тебя вываливает И чтобы развернуть приложение Единственный нашёл способ Это нужно сначала все окна свернуть Вообще не должно быть ничего активного Тогда нормально разворачивается полноэкранное окно То есть альтаба сейчас дичайшая геморрой Поэтому геншин в окне запускает На самом деле, я не знаю, опять же, распространяется это только на геншин Но вот между геншином и браузером такая шляпа есть Если кто-то столкнулся, напишите Может быть, это действительно с обновлением виндой связано Я попытался загуглить какие-то проблемы альтаба Гуглиться что-то там за 18-й, за 20-й То есть не то вообще совершенно Так что напишите, если у вас есть Пока что дико раздражает Но я пока что виню это об новой винды Но может быть и вирусняк Вот, ладно Возвращаемся к теме Нашёл вот такую табличку Опять же, вот Удачно она мне попала Обычно подсчёты делают по патчам Что, как по мне, не очень удобно Я, когда делал ролик там 10 тысяч гемов за патч Говорил, что некоторые люди там считают О, у нас тут два обновления шопа Дай-ка я в этот патч два обновления шопа Посчитаю А в следующий тоже посчитаю то же самое обновление Причём я там объяснил и всё равно нашлись овощи Которые мне рассказывают, что Серёга, ты не прав Ну, как бы, это просто забейте По месяцам гораздо вроде как бы приятнее считается То есть, опять же, есть свои плюсы, свои минусы В идеале и то, и то смотреть Короче, фриду-плейщик за июль получил 49,7 круток Ну, можно округлить, наверное, до 70 И, фу-то, до 50 Или до 49 А то, может быть, даже и 45 Если вы не закрыли весь Абис Я вот его весь не закрыл 100 гемов я недополучил А это, ну, вот как раз-таки 0,7 круток где-то, да То есть, 49 круток Как я сказал 28 пусть будет Из них по план капкана Мне нужно будет отдать Да, и останется только 21 крутка Которую я смогу сохранить Для своего плана капкана Что привело меня к неутешительным совершенно результатам Потому что, ну, если мы будем копить по 20 круток в месяц А нам нужно накопить еще Ну, давайте, кстати, план капкан наш обновим Я хотел сделать это в конце месяца Но я не уверен, что в конце месяца у меня будет прям там возможность Возможно, не в первые дни И там, ладно, будем партиями обновлять Так, наш роуд, то 185 Да, идем сюда Нет, точнее, вот сюда Да, закупаем сколько еще? 13 аж целых круток Ну, блин, с премом Серьезно, такое ощущение, что гемы просто сами по себе сыпятся Получается почти, что одна крутка в день Чисто вот дейлик 160 гемов И прем 90 Да, это 150 уже Если бы крутки еще по 150 стоили Это было бы вообще идеально Да, за прем могли и по сотке в день давать Чтобы прям вот реально Ты сделал дейлик И прем капнул Ты идешь, кликаешь Но даже тут нас Дрюч Но да ладно 13 крутых закупаем Все правильно Да, идем в план капкан Закликиваем 13 галочек 2, 3, 4 Хотя тут можно десятку не считать Да, то есть Это вот 10 11 12 13 Итого у нас Дней фарма Приблизительных дней фарма Сократилось до 118 Если за патч дают по 8000 гемов Это именно должно быть 8000 гемов Без учета обычных круток Которые можно получить Их часто приплюсовывают к общему пулу гемов То есть типа их конвертируют в гемы Но это несправедливо Потому что тебе там, например, говорят О, там 12 тысяч Там 10 тысяч ты получил Да Ага, сейчас Только из этих 10 тысяч 2000 В говнокрутках у тебя И в баннер ты их никак не засунешь Вот Но вроде как даже там 8000 Это тоже с натягой Но ладно Используем как ориентир Вот Получается у нас чуть меньше 120 дней То есть это аккурат 4 месяца Да Если мы будем откладывать По 20 круток ежемесячно То есть 120 круток Мы будем копить 6 месяцев И на протяжении всех этих 6 месяцев Мы будем терять Ну ладно, не 6 месяцев На протяжении 4 месяцев Я буду терять вот эти крутки То есть на 2 месяца у меня есть Да, купить я говорил А дальше все И соответственно 4 месяца я потеряю 20 круток отсюда Ну и за 6 месяцев я получается потеряю 30 круток Таких То есть полбанера фактически Полгаранта Да Что на самом деле мега дохренеще Я вот это посчитал И что-то как-то приуныл Совершенно Потому что Ну Выглядит Совершенно не перспективно Гораздо перспективнее Выглядит Не Закупать вот эти крутки Да И потерять Чуть-чуть меньше Но быстрее все-таки Докопить до План Капкана Но, ребят Все сильно поменялось Когда Появились как бы Деньги на Прем Как я уже сказал За что я максимально Благодарен Потому что Я уже миллион раз говорил То, что Люди в игре здесь Делятся на 2 сорта Да, то есть Те, кто с премом Белые человеки Да, и в общем-то Все остальные Кто страдают И так далее Может показаться С одной стороны Вроде бы Несущественно Да, то есть Вроде бы Прем там добавляет Ну Точнее Вот я тоже Это все посчитал Опять же Проверил Ну Надо же все было Привести в порядок Прем дает 18,7 круток в месяц Если конвертировать Ту валюту Которую он Дает Дополнительно Там он дает 300 вот этой шняги То есть Это в 300 гемов Можно превратить То есть Это еще полторы крутки Если эти вот эти Полторы крутки Не считать То получается 17 круток Но за эти крутки Можно брать скины Опять же Я предпочту взять Какой-то скин Вы знаете Насколько я обожаю Визуалки Правда За три месяца Тут на скин Не накопится Ну Опять же Этот скин Я точно не буду брать Вообще Ни при каких обстоятельствах Даже с учетом того Что На подаренные Деньги С према Точно нет Ребят Вот прям нет Потому что Да Когда я увидел Картинку И такой О блин Круто скин На джин Но Я уже говорил Я посмотрел Как она в игре Выглядит Выглядит Ну Я не скажу Что плохо Выглядит Максимально Обыденно И никак И после Вот Ты Например Я бегал С челом С джина Скином В данж И ты такой Ну ок Потом я смотрю Как выглядит джин И такой Блин Но вот Понимаешь За что Я люблю Джин Почему она Там Топ 1 2 Вайфу Ну Где-то В этих Местах Юла И джин Вот Топовые Да Если бы Наоборот Было Если бы Она была В купальнике А скином Была Обычная Одежда Это Вообще Не обсуждалось Это точно Надо было Брать А так Нет Это точно Супер Скип Можно сидеть Откисать Ждать Когда Введут Какой-то Адекватный Действительно Скин Который Можно Там Вот Стопудняк Взять Ладно То есть Соответственно Нет смысла Ради Полторы Крутки Дополнительной В месяц Сливать Столь ценную Валюту Которую Я вообще Никаким Другим Способом Получить Не могу Вот Получается 17 кликов И Мы только что Видели Что в месяц У нас Да Копится 50 кликов То есть 17 Это Сколько Получается 34% Да Это Дополнительный 34% То есть Вроде бы Всего лишь на треть Больше Получаешь Это крут Но на самом деле Это дохренеюще Это прям вот Вообще Мега дохренеюще Тут есть подсчет Но тут еще подсчет Просто ребят С уже С премом Да Поэтому смысла нет На это обращать внимание Ну точнее Если это не с премом А с батл пассом Это еще 6 круток Но плюс-минус То же самое Да Как я и сказал 17 просто добавляется Вот 17.4 Ну 17 можно округлить И все Короче Это на самом деле Дофигище И если вот Вы не верите Насколько это дофигища Ну Вернемся К нашему шопу Да То есть Вот этот вот шоп Он очень показателен По той простой причине Что С премом Вы уходите В сильный плюс По вот этим вот Шнягам Да И соответственно У вас появляется Больше возможности Подкопить На более продолжительный срок Если вы крутили Все это дело раньше То есть Если представить Что я бы Предыдущие 6 месяцев То есть все 6 месяцев Которые я играю в игру Играл бы с премом Соответственно Я ежемесячно Вкидывал бы По 17 дополнительных круток То есть Это сколько 60 6 на 7 Сколько там будет 42 То есть Это 100 круток Я бы сделал Давайте прикинем Что из каждой 8 из 10 круток Нам приносят По пятнарику То есть Это 80 на 15 Надо умножить Где-то Это получается Сколько там 800 И 1200 Короче Вот этой валюты 1200 Вот этой валюты Означало бы Чтобы вот сейчас У меня здесь было 2000 Соответственно На 2000 Но дополнительно Еще 1200 Это еще 3 месяца Да Давайте округлим Сейчас я не хочу Считаться Но округлим До трех еще дополнительных Месяцев Ну соответственно Либо просто 15 круток Вот Сейчас у меня На 10 круток А было бы на 25 круток Понимаете В чем разница Разница колоссальная И давайте еще вернемся Прежде чем мы вот С этим разберемся Да Вернемся к вопросу Плана капкана И того Сколько нужно мне Гемов Времени Чтобы накопиться Заданную мне сумму Если посчитать Что я коплю По 50 Круток в месяц Да Мне остается еще Сколько Ну дофигища Да Дофигища Блин Подождите Я что-то сбился 50 круток в месяц Мне нужно Четы Четылажа какая-то Да У меня по-моему Завышенные получаются Сроки Просто я Только сейчас На это обратил внимание Если мы за месяц Можем получить 50 круток Мне остается Ну вот сколько тут У меня 54 уже есть Да У меня фактически остается 100 там 30 Круток То есть это Всего-то Навсего 2 С копейками Месяца 2,5 месяца А у меня получается Здесь аж целых 4 Вот Но Опять же Здесь Хотя на самом деле Здесь тоже Видите Исследования Хотя здесь Видите На Zoom и Exploration 35% якобы дают Правда Я не вижу Откуда это Вот Отсюда что Здесь всего-либо Трикрутки написано Да То есть куда Откуда Вот эти 35% Что они значит Фиг знает Но Здесь можно прикинуть Что вот Ивенты дают Делики дают Да Вроде Сама Инозума Не похоже Что здесь дают 35% вот этих круток Которые насчитали Никак вроде С этого не следует Короче Вернемся к моим подсчетам Да Потому что Все-таки ориентироваться на Те подсчеты Я бы не стал Именно потому что Непонятно будет ли Оно так персистентно Сохраняться Да Короче Если мы считаем Что вот Я коплю 4 месяца Да Вот это все дело Оставшееся у меня Тогда Мне нужно еще дохренища Да Вот этой пыли Чтобы закупиться По полной Но Если мы представим Что я буду Дополнительно Ежемесячно Получать еще 17 крут Можно просто Взять сюда Добавить Круток за 3 месяца Ручную Да И окажется Что там Нужно копить Не 4 месяца А 3 Ну как раз таки По треть Да То есть по 30% Три раза Что целый месяц Дополнительно выигрываем Даже Ничего не надо считать Дополнительного Да Соответственно Прикидываем Что Мне нужно Да Осуществление Планка плана Не 4 месяца А 3 3 месяца По 10 Да То есть всего 30 Круток Суммарно Вот за вот эти вот Если бы у меня был Прямо все это время У меня было бы уже Валюта на 25 Круток Ну и соответственно 5 Добить было бы не сложно Да Чувствуете разницу Как Вот этот вот Недобор Сильно сказывается здесь Но Так как према у меня не было Считаем Как есть За дополнительные 3 месяца Соответственно В чем прикол Да Мне хватает На 2 месяца покупки Если мы уберемся в 3 То Нужно будет Только на 1 месяц Где-то добрать Валюты Соответственно Там можно будет Просто крутануть Баннеры Опять же Я уже сказал Сколько нужно делать Круток Это 25 28 Круток Просто чтобы Вот этот 3 месяца Не потерялась Вот эта валюта Да в общем-то И все Опять же Кстати Фри-то-плейщик В упор Набирает На выкуп Вот этого всего То есть Все что накопил Все нужно сливать Сюда И ничего откладывать Вообще не получится Да то есть Ну максимум Ты 2 месяца Можешь копнуть Наверное Не знаю Больше наверное Никак Опять же Если у тебя есть прем То ты в принципе Чуть-чуть Чуть-чуть Можешь откладывать После того Как ты выкупаешь Вот эти вот Крутки Но вот эти Можно не выкупать Опять же Я уже сказал Да Но да ладно Короче Со всеми Расчетами Со всеми изменениями План Капкан Выглядит таким образом Мы уберемся Накопить за 3 месяца Да и соответственно Нам нужно будет Просто крутануть Куда-то 27 круток Для того чтобы На этот самый Третий месяц Выкупиться На самом деле В целом Даже если у нас Будет баланс Где-то 100 там 60 170 круток Это не страшно То есть Опять же Баннер идет 3 недели И за 3 недели В общем-то Фри-то-плейщик Набирает Еще там Десятка-полтора Это точно Да Этих самых Круток Соответственно Даже если на начал Баннера у меня Будет небольшой Недобор Это не страшно Вот Соответственно Начиная с Третьего месяца От всего Дня Можно будет Баннеры В какие-то Заливать По 25 круток В персонажных Баннерах Соответственно За 3 таких Месяца Можно будет Дойти до гаранта Соответственно У нас будет Поддерживаться Валюта Да Для выкупа Вот этих Круток И при этом Сами крутки Которые мы храним До план капкана На какой-то пуш Хранит Также будут сохраняться Да Баланс будет где-то там Крутиться На самом деле Опять же Если посмотреть Чуть-чуть по-другому На эту ситуацию Через Пре Картина выглядит Значительно приятнее Ну то есть Смотрите Если вы Фри-то-плейщик У вас 49 круток Ну там насчитали 49 круток Допустим На самом деле Мне кажется Все-таки меньше получается Ежемесячно Не важно Давайте от этого Оттолкнемся Да Вот у вас 49 круток 28 вы ежемесячно Отдаете Как долг Да Куда-то вы вкликиваете У вас остается 21 круток Всего лишь То есть Меньше половины На то Чтобы Что-то копить Если же у вас Есть прем То 17 круток Вы получаете Только за прем То есть Вам нужно докинуть Всего лишь 11 круток И тогда вы От вот этой 49 бесплатной Часть Которая вы Фармите Вы откладываете 38 круток На следующий На потом Разница Я думаю Колоссальная Да То есть Вы откладываете В два раза больше Фактически Чем без премиума Хотя премиум Дает вам всего лишь 30% Да То есть Ну Можно по-разному Посчитать И получить разные Несколько цифры Которые несколько По-разному Воспринимаются Вот Что еще Я здесь хочу сказать Вопрос Куда вкликивать Да Куда же Вот эти 28 кликов Сделать Понятное дело Что можно просто Посидеть Подкисать Три месяца И Ну точнее Где-то тут Два с половиной Получится Даже нам До конца Нужно будет Месяца Что-то сделать Чтобы мы смогли Выкупить И просто посмотреть Что там будут За баннеры Кто-то Спекулировал Что якобы В сентябре Будет Ганью Вроде как Достаточно Популярное Мнение Ходит И Ганью Топ Как бы Один Деписер Тут не поспоришь Поэтому С одной стороны С одной стороны Да И я говорю Что я хочу Ганью Имеет смысл Возможно Оставить Вот эти вот 27 круток Которые На самом деле Мне меньше Нужно круток Потому что У меня Здесь не 750 А на 60 Уже больше То есть на 4 Получается Да Крутки меньше То есть мне нужно Не 28 А 24 Всего лишь Кликать Сделать Чтобы вот На 3 месяца Мне хватило Вот Оставить Это На ганью Понятное дело Что шансы Там не какущие Мне конечно Летят Персонажи С баннеров За 30 круток Постоянно Но сами понимаете Я на такое Не рассчитываю Но чувствую Именно психологически Что ты заливаешь Эти крутки Не абы куда А там Откуда ты можешь Получить в принципе То что хочешь Либо другой вариант Это Вкликать Это все дело В бал Пока надо Конечно Подождать Что она С себя будет Представлять Опять же Информация Есть разная На ее счет Но Мне хочется Понятное дело На боевом Посмотреть Уже Виде Когда люди Ее оденут Когда люди Оденут Ну то что есть В игре Реально Да Не по табличкам Там какие-то Подсчетным Это конечно Все очень здорово И прикольно Но нагляднее Воспринимается Гораздо Когда вот именно Чел берет персонажа Идет И ты видишь Что он выдает Те цифры Которые там Были нарисованы Ну мало ли Че Да Одно дело Там люди Насчитают Потому что Опять же Там по Юле Разного Насчитывали В итоге Далеко не все Подсчеты Которые я видел Были реальными Тем более Там люди Любят насчитать Через там Самые бредовые Пати-сборки Которыми Никто никогда Не играет Там Ну в общем Вы поняли Да Какой-то сферический Вакуум Разогнать ДПС Ну и также Естественно Некоторые Видосы Также сделаны Когда там Просто разгоняют Сферическими Вакуумными Патями Да И на эту тему Тоже и Рофлов Миллион На канале Там на одном Я зарубежном По-моему Еще в месяце Три-четыре Я упоминал Чел снял ролик Там как Типичный Любой Шоу-кейс Персонажей Где у тебя Используются Три там Топовых Персонажа Которые Там С шестыми Констами В лучшем шмоте Которые тебя Просто разгоняют И по сути дела Ты любого Воткни туда И он тоже Покажет те же самые Цифры Да Естественно Там со шмотом Который ты никогда В жизни не выбьешь И так далее Там подобно Вот Так что на боевом Хотелось бы посмотреть Что она Реально представляет На каких-то Человек Доступных Так скажем Ресурсах Да Какими-то там Запредельными Статами Но Она Влюбилась Еще и вроде как Саб ДПС Поэтому Непонятно Да То есть Соответственно Вариантов два Куда Вот эти клики Закинуть То ли В бал Попробуют Ну опять же Что подмывает Бал Она новая Я уже говорил Бал Вроде прикольный Вот внешний Стилистический Стопудняк Ну либо гонью Проверенный варик Вот Соответственно После этого Ждем Что там будет Через три месяца Точнее Там уже будет меньше Да Месяцев Останется два Опять же Если По факту Я сильно Занизил Результаты Фарма Значит Мы вообще Со всем этим Делом Разберемся И там Даже Какие-то Напряженных Моментов Не будет Тесных Да Где прям Вот Тютелька Втютелька Вписываешься Ну тогда Вообще Замечательно Да И будем Ждать Что там По пушкам Когда Все это Дело Произойдет Опять же На самом деле Когда Будет Реран Пушек Каких-то Хороших Непонятно Здесь Пока что В уме Держит Сток Хома Ничего Такого Я другого Придумать Не могу То есть Конечно Хотелось бы Еще сосну Как я говорил Но Я про сосну Тоже в свое время Говорил Что я В чем мне не нравится То что эта пушка Будет очень сильно Привязана к Юле Точнее только к ней Если хому Я могу переодеть К кому-то Да Без разницы Там вот сейчас Бал выходит Если бы у меня была Хома И куча ресурсов Я такой взял бал Дал ей хому И пошел Наджибать Да То с сосной Такое дело Не прокатит Да На Юле Там докинет 30% Деписа Но Потом Это все На этом Да То есть Если я вдруг Пересяну На какого-то Другого Двуручника То Вот Все Забудь про сосну Она так и останется На Юле А про Юлу Я уже говорил Что она мне Поднадоела И не то чтобы Я прям вообще Не хочу ей играть Она все-таки Выглядит Супер Турбо Топово Но хотелось бы Разноображивать По бегушке На ней Чем-нибудь другим Да И соответственно Вот этот психологический Аспект То что Блин Ты так долго Тут копишь На эту пушку Пятизвездочную А потом Она у тебя Застреет На персе Это конечно Полнейший пасос Вот Поэтому я сосну Не стал бы брать Да И опять же Вот Еще на ум У меня приходила мысль Что вот Помните я хотел С1 Юле Загнать Чтобы потом На вторую Констуму копить И я говорил Что Если мы сейчас Не возьмем С1 То Ну потом Я ее точно Не буду скорее всего Делать Потому что Копить на два Гаранта на персонажа Это просто забейте И вот серьезно Ребят Именно так То есть сейчас Вот я Если думаю Блин Может быть там Юлия Вторую консту Сделала Нет Она вообще Трубовая Я такой думаю Не Ну это вообще Бред Это нереально Долго копить И она мне уже Поднадоела Да А это еще нужно Там чуть ли не год Копить 7 месяцев На это дело Откладывать Чтобы потом Персонаж Который уже Поднадоел Добавить чуть-чуть урона Ну там на самом деле Нормально урона будет Вот А потом еще Нужно будет На него Шмот Перефармливать Дофармливать Точнее Короче Это просто забейте Если бы Одна конста Была еще Добиваться Ну там Можно наверное Было бы Как-то собраться Да И это сделать Но две конста Это просто Нет Это все Второй конста У меня у Юлы Точно никогда не будет Ну да и ладно Вот соответственно По пушкам У меня на уме Только хома Когда она Появится здесь Вообще неизвестно Вот Но В целом То что у меня Будут крутки лежать Это не страшно Я считаю Потому что Опять же Вот этот пул В сто Там восемьдесят Круток Ну он Во-первых Сам по себе Не протухнет Да Хлеб не бросит Лежит Ну а во-вторых Его можно будет Использовать Как такой Неприкосновенный Запас Которым В случае чего Можно будет Воспользоваться Да То есть Если представить Что вот Там пройдет Какое-то время Еще То есть Я уже Сверху Накоплю Еще Сколько-то Там Круток Правда Скорее всего Там придется Вот опять же Вопрос Что потом делать То ли продолжать Вкручивать По двадцать восемь Ежемесячно Да И продолжать Все еще терять И терять Обычные грудки А там Потихоньку Накапает Практически целый гарант Правда Опять же Вопрос Что я так сильно Отсюда теряю Да Но тем не менее Не хотелось бы Больше чего-то терять То есть Либо просто Вкручивать В каждый следующий Баннер Ну то есть Там в месяц На самом деле Выбор из двух Баннеров Получается Да То есть Баннеры Три недели идут В любом случае Выбор Один из двух Будет Ну либо Вкликиваться Просто по полной Да Прям вообще По полной Ну и там Уже что выпадет То выпадет Что судьба Преподнесла В этом месяце Из баннеров То ну И в общем-то Пытаешься получить Надеешься получить Либо Продолжается План капкан По двадцать восемь Ежемесячно Откладываешь То что копится Да И Соответственно Ну в общем-то И здесь Потихонечку накопится Да За три месяца Как я уже сказал Там 50 на 50 Мы пробьем Ну и как раз таки За там Три месяца Накопится и на гарант То есть получится так Что мы Песятку пробьем И на следующий гарант Уже будет Практически денег И там уже вопрос Что будет ближе К реранам И что можно будет получить Либо кого-то Может быть из новых Но на самом деле Там что-то как-то Не похоже Что в перспективе Есть что-то интересное Вот Но надо смотреть будет Пока что Вроде как Я остановился На таком варианте Да Вроде подразобрался Со всеми подсчетами И Вариантами Да То есть есть тут еще Конечно опция Как я уже озвучил Но Это уже такие Маленькие опции Внутри Большой концепции Вот Ну и вы видели Я хотел еще Показать Картинку Насчет Вот только Сегодня зашел На рейд Что по сборам У персов Оказывается Аяка продалась Хуже чем Юла Что странно Мне казалось Ее как-то так Дико хайпили Ну по примеру Если по ютубу смотреть Роликов по ней Была тьма Как рассказывали Как Да она там Лучший перс Ну про любого Перса Так и ролики Снимают Кроме Казухи Про Казуху не было Про него Вообще мало было Вот Ну мне казалось Ее дичайше Хайпили И что-то она Не так уж Хорошо продалась Ну Юми Пока что еще Баннер идет Да Ну вот уже Уже в общем-то Продалась Точно Ну чуть-чуть хуже Чем Казуха Но баннер еще идет Точно она его перебьет Может быть даже Я и Яку Еще перебьет Здесь конечно Ну все знают Забавный момент Что Казуха продался Худше Всех вообще персонажей Лимитных Которые стартовали Худший результат При этом он сейчас Там в топ Там Пять пиков По бездне идет Вообще мега забавно Ну народ Как-то его вообще Не прочувал Поначалу Такое случается То есть И Такое было В Epic 7 Не помню Как персонаж звался Уже Елена что ли Короче Тоже Запустили перса И Смотришь Там вот Пока баннер идет Ютуберы снимают Ну такой думаешь Ну блин Ну вроде прикольно Да Но Ну там блин Турбо паяться Там турбо шмо Ну то есть Ну в общем-то Наверное Любой другой перс Там-то Сделал бы то же самое И не хуже бы себя показал Ну то есть Вот Комьюнити Вообще максимально Прохладно было К персу Проходит Там буквально Немного времени После того Как баннер закончился Там Даже месяц Наверное не проходит И перс Выбивается в топ И все такие О да блин Он топовый И спрашивается Блин ребят Ну во время баннера Не могли что сказать Что он топовый Был даже коммент У меня на канале Чел говорил Да я говорил Она будет топовой Ну конечно Такое Ляпают про все Что угодно Там В Epic 7 Было много комментариев Там про что угодно Народ Писал И как говорится Разгостная палка Стреляет Это не показатель вообще Да Если ты Постоянно несешь Какую-то дичь Иногда Что-то И оказывается Правдой Да То есть Это такое себе Забавное Вот И с Казухой Такая же фигня То есть Что-то как-то Все были очень Прохладны о нем Вот сколько я не смотрел Не читал Что да там Сахаруза С6 лучше чем Казуха И зачем он нужен Поэтому народ Его не взял Винзема А потом оказалось Что он хороший Наверное кстати Поэтому Он упорнался плохо То есть Даже делом Вопрос Да Продажи Насколько хорошо Продастся персонаж Он не столько Связан даже С его эффективностью Получается Сколько С хайпом Внутри комьюнити Да То есть Если там Вот Юлу хайпили Возможно Она и продалась Счетом того Что она Не настолько хорошая Как ее показывали То есть Она годная Но со своими Подводными камнями Которые Многие ютуберы Конечно же Обходили стороной Просто чтобы Максимально Хайпануть Да И закликбейтить Вот А с Казухой Получилось так Что его что-то Сразу Заклеймили Зачмырили Да Навесили на него Много ярлыков И я думаю Многие люди Которые Размышляли над тем Стоит ли его Крутить или не стоит Которые шли на Ютуб Посмотреть Че как Были не впечатлены Не увидели Какого-то Прям ажиотажа Кто спрашивал Опять же На рейд Типа Ну вот У меня там есть Крутки Стоит ли вложиться Тоже получали ответы Что да ладно Там Казухой Такой не мастхэв Да там Сахароза лучше Да Да и это Естественно Сразу настраивало Людей на то Что да ладно И пофиг Ну опять же Если блин А персонажи говорят Что какая-то четверка Лучше Чем пятерка Это прям вот Сразу звоночек Да О том что Че-то как-то с ним не то А в итоге Вообще-то он Хорош Вот Но как я уже сказал Странно что Аяка так не особо Продалась Вот по ней я много Видел хайп Возможно она не Продалась так сильно Не знаю Из-за того что В принципе дизайн Не прям уж такой Западающий Может потому что Это Опять очередной Крио Перс Которых уже вагон И всем хочется Чего-то другого Хрен знает Вот кстати Насчет Юми Говорят она очень слабая Я еще не смотрел Че там По ее пикрейту В Абисе Но Из того что я слышал Говорят Юми очень слабая Из-за того что У нее нет Абсолютно никакого АОЕ дэмэджа И в общем-то И зачем она Так спрашивается Ну в общем Юми это Изи скип Судя по всему И вот возможно Ситуация с Казухой Здесь не повторится Вот Пока что Пока что Моя оценка такая Вот Ладно Давайте будем На этом Подводить итоги Да Я вот То что у меня было На уме Насчет моего плана Насчет круток И вот этого всего Я вам рассказал По игре У меня тут ничего нового Не произошло Как таково Да То есть я На самом деле Я последние два дня Бегаю Тут Собираю Все подряд Что есть на карте На самом деле Я уже говорил Что вот И на зубы Мне нравится Мне нравится Концентрация всего В принципе Говносундуки Все еще Говносундуки Но Вокруг них Как правило Есть еще какие-то Загадки И так далее И в общем-то Если Предыдущие острова Было Ну предыдущая локация Было бегать Максимально уныло То есть вот У меня Как-то тогда Слово не пришлось И Потом прошла Куча времени Я об этом Совершенно забыл Но вот В Ли Юэ Были прикольные Такие Областные квесты Здесь Что-то нужно было Какие-то сокровища найти Вот тут Я по-моему Искал Где-то здесь Еще по-моему Вот И ты их тащишь Продавцу И там тебе продавец Бабки за это дает Там То ли тысяч пятьдесят То ли сто Но суть в том Что это было Выглядело Как какая-то Что-то более Интересное Чем просто Приди убей Забери сундук И по-моему Еще какой-то Похожий Тут был заманух И вот это было прикольно В целом Да Но это прям Совсем ни о чем Учитывая Насколько громадная Локация В остальном Она То есть Пробежала Пробежала Все вроде прикольно Визуально Но она Воспринималась Максимально Мертвой И неинтересно Вот И на зуму Воспринимается Гораздо более живее И вообще Было бы здорово Если бы разработчики И дальше пошли Вот в этом направлении Развиваться Именно больше Каких-то там Головоломок Каких-то таких Приключенческих моментов Потому что Серьезно Прям вот это Круто То есть Награды все еще чумочные Здесь ничего с этим Вот не сделаешь Я уже минуту раз говорил Но серьезно За сундуки Можно было выдавать В 3-5 раз больше А то и в 10 раз Больше денег То есть там Не 2 гема За сундук А там 20 гемов Ну Блин Разрабы не объединили бы Не 5 гемов Там А Опять же 50 гемов То есть Ну это уже Хоть что-то было бы Да То есть 5 гемов Ты открываешь Это Просто Мусор Да Харча Разрабов То есть серьезно Я уже говорил Может кстати не выходил Тут ролик С таким же успехом Когда ты открываешь сундук Разрабы могли бы сделать Просто Поименовать Все сундуки Именами Кто в команде разработчиков И тебе бы высвечивалась надпись Что такой-то Такой-то Васян Петрович Харкнул тебе в лицо Да Там Другой там Петров Васянов Жижнул тебе за щеку И вот разницы Вообще бы не было Никакой Что-то эти 2-5 гемов Да там Суммарно набирается Конечно Тысячи гемов Но это извините меня Нужно вот это все Оббегать Это просто КПД этого Заняется Просто нулячее И наверное Ради наград Я бы это не стал делать Но вот Бегаешь Такой вроде Какие-то там задачки Решаешь Такие простенькие Максимально Да Ну как раз Мне на интеллект Сейчас подходит На 8-12 Прямо идеально То что надо Вот Ну и заодно Там по карте Сразу прочекиваешь Какие близлежащие сундуки Есть И просто их заодно Забираешь Чтобы они глаз не мозолили Да Ну или если визуально Их видно Откуда-то с территория Ну и вот На самом деле Хорошо что разработчики Запилили карту На сайте Я Когда она вышла Тоже высказывался Негативно На этот счет Что могли бы В игре сделать Но я что-то смотрю Как хреново Она грузится на сайте У них Из-за того Что просто Миллион иконок Да И я так понимаю Что именно поэтому Они ее не сделали В игре Потому что в игре Она вообще бы не грузилась За счет На то что игра Оптимизирована Тоже Еле-еле Душа в теле Еле работает Потому что на телефоне У меня вообще там Лагичи и тормоза Что Я практически Не запускаю Его на телефоне Только в каких-то Экстренных ситуациях Когда до кампании Возможно Тобраться Или настолько Прям неохота Вот Я просто понимаю Насколько мне будет С этого тошнить Там С 5-10-ти ФПСов Вот А если там еще карта По 5 минут бы загружалась Ты ее открываешь И у тебя все зависает Это просто было бы забить Вот Поэтому скорее всего Именно поэтому И сделали ее на сайте В любом случае На самом деле Вот с ней у меня поменялось Ощущение От сбора Вот этого дерьмища Потому что Ну вот Пробегать еще раз Все вот эти локации По этой карте Чтобы ее заполнить Это забейте Вот Ну С учетом того Что сразу не сделали Скорее всего этого не будет Хорошо Если бы эта карта Могла бы Подгружать то Что у тебя уже собрано в игре И показывать Что ага Вот этот сундук у тебя собран уже С учетом того Что вроде как Где-то эта информация И должна храниться Да То есть У тебя же на карте Игра определяет То есть Даже если ты снесешь клиент Да Поставишь его У тебя же не возникнет Все назад Где-то хранит список того Что ты лутал А что ты не лутал Почему карта Не может это спарсить Может быть там конечно Есть функция синхронизация Я что-то не находил Но по-моему нету Вот Просто что Если бы мне На той карте протыкали Все то что уже собрано Я бы пробежался И собрал наверное То что не собрано Если бы мне совсем Делать нечего было Вот Но Так как там Все заново нужно проделать Это вообще забейте Да А здесь с нуля И вот здесь По карте Сразу отмечаю То есть Каждую фиганину Сломал камни Да Разрушаем Отлично Отметил Что камни эти сломаны Там Собрал сундук Говносундук за 2 ема Отлично Этот сундук собран И вот так В сумме Получается на самом деле Прикольно По той простой причине Что я не знаю Здесь на самом деле По какой Но то ли Ощущение Четкого осознания Какой-то конечной цели У всего Это даже не то чтобы Конечной цели А конечности Вот этого процесса Да То что вот У меня там Я собираю 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 В какой-то момент Я соберу все И не останется такого Что где-то там Есть 3 сундука Которые вообще Хрен знает где Да Я точно знаю Что ого Вот у меня остался сундук Вот здесь где-нибудь Там Или здесь да По карте Я пошел Собрал Все 100% закрыл Может быть ощущение Вот этого Чек-листа Да То есть Ты не просто Собрал мусорный сундук А ты заполнил Некий чек-лист Ну как собор ачивок Да Когда ты делаешь Но опять же Когда у тебя есть Более конкретное Представление Объема И вот это вот Ощущение Установочки Галочки Оно может быть Ощущается более Прогрессивно И более вознаграждающе Так скажем Так же как я вот сделал Табличку Где галочки Мы по Накоплению круток Ставим Да То есть так же Хлоп Галочку поставил Понимаешь Что ты что-то накопил Так же здесь Ты что-то собрал Галочку Поставил И понимаешь Что Оставшихся сундуков Осталось меньше Вот Ну и как я уже сказал Головоломки Способствуют Наверное Восприятию И в целом Интереснее бегать И еще Вот момент Мне показал Что Сайдквест Не знаю Насколько они Сайдквест На самом деле Похоже Что это не особо Сайдквест Выглядят более Интегрированными Друг в друга По крайней мере Я вот Пытаюсь пока что Добраться до вот этого места Но я хочу Просто вот эту точку Разблокировать Вообще по ощущениям Что с нее можно Тут куда-то Поближе Вот сюда добираться Меня уже несколько раз Сюда отправляли Получается так Что вот с этой точки Нужно прыгать сюда И вот короче Вот так Двигаться И такой Блин Надо разобраться Вот с этой точкой Телепорта Оказалось Что это находится Где-то там Под водой вообще Под землей Я думал Там может какой-то квест Нужно пройти Оно вылезет Но вроде как Не вылезет Вот Но оказалось Что нужно реально Какую-то цепочку Кустов делать Да И чтобы вот это Разблокировать Нужно начать Вообще С деревни Я вот вчера начал И здесь еще Прикол в том Что До этого я заплывал Как раз таки По-моему На этот же остров Там какого-то Чепуша нашел В клетке И он тоже начал Квест По сути Сделал цепочку Квеста То есть он говорит Ну точнее Он сначала говорил Что тебе что-то даст Вроде бы Но потом говорит Что он тебе ничего не даст И сваливает Вот Но там То ли может быть В тексте Я это пропустил Я не сильно вчитывался В побочки Потому что Я в основу Неохота вчитываться Ну ладно Я вчитывался В последнюю Что там происходило С Аякой Там тоже такой Забавный момент Сначала там За ширмой Такая загадочная Аяка Прям загадочная Кто же это такой Как же она выглядит Потом он такая Выходит с веером Закрывает лицо И прям такой момент Демонстрейшн И такой Ну камон Хорош ломаться Мы все прекрасно видели тебя Мы даже видели Что у тебя там под юбкой Во всех ракурсах Ну алло Кого ты тут пытаешься удивить И вот это все Да Ну И это к теме Погружения Когда я делал ролик Насчет погружения С Кто она там Блин Не Юла Блин Короче вы поняли А Юла Короче вы поняли Про кого идет речь Лучница из Игры другой Да О каком тут может быть Погружение Я не знаю Вот Но в общем-то Я там начал Вчитываться Потихоньку Втянулся Да и вообще Собственно Я почему начал Вот эти шняги собирать Это из-за ивента Опять же Ивент Получился по-моему Очень годный То есть Вот этот ивент Где нужно бегать Копать Эти проклятые сокровища Я сначала из него Исплевался Потому что Ну блин Ты просто бегаешь Собираешь Точки На самом деле Разрабы очень круто придумали В том плане Что Ну вот я не особо бегал По карте У меня телепортер Я многие пооткрывал Но не все даже Вот эти не открыты До сих пор Но в общем-то К началу ивента Я уже что-то подоткрыл Но я не собирал карту Ничего вообще не делал По толком по ней По эксплорингу Как таково А здесь Территорию Да Пятачок И ты вот по нему бегаешь И ты такой Ну блин Пробегаешь мимо там Чепуши рядом с сундуком Ну что бы их не зачистить Согласитесь Или там Видишь мимо загадки Ну блин Ничего не решить ее Потом возвращаться что ли Да Так что здесь Разрабы хорошо придумали Для вот этого Подталкивания к эксплорингу Ивент был прям То что надо И я вот за Его фактически Время пока я его делал Я его делал за несколько дней Весь Я что-то так втянулся В этот сбор сундуков И прочего Так что я и дальше По инерции бегал И вот сейчас наверное Тоже продолжу Что-то делать Вот И короче В чем прикол-то Вот этот чел Каким-то образом Тебя выводит на тему Того что надо собрать Там таблички Одну табличку Вот здесь нашел Но это самая Эта самая доступная Табличка в общем-то Валяется Она у меня есть Я пока ее посмотрел Их четыре Вторую ты находишь Вот как раз таки Тут квест Вот в этой деревне То есть ты приходишь На самом деле И там просто деревня Ты такой Ну ок Сейчас по-бырому Тут все разберусь Разгребусь Ну там Допросись жителей Фигня вообще Конечно типичная А потом оказывается Тебя посылают В колодец Ну ок А там колодец Блин Это мега данж Просто гигантский То есть я не ожидал Что там будет Но я видел там Что какой-то данж По карте Да ты кликаешь на сундук И видно что там Какой-то сундук Где-то под землей находится Спойлер такой был Но я не думал Что там такой Здоровиннейший данж И там тоже куча всего Налутаешься здесь И вообще данж Прикольно выглядит И у меня было ощущение Таких Походов в данж Времен Обливиона Когда ты идешь Что-то бродишь Куда-то тебя посылают Что-то пройти И ты такой В итоге запуливаешься В данж Там сундуки Враги Короче вот это все Головоломки Там тоже такая головоломка Я что-то на ней тупил Дольше чем она того требовала Там 4 пипки стоят И их нужно Просто там Переключаются От одного до пяти И их нужно просто В правильном порядке запустить Я такой Блин Как запускать-то их Епросотая Я такой думаю Может быть их по кругу Надо запустить В общем первая идея была Их по кругу запустить От одного до 5 идут Нифига не сработало Потом думаю Блин Наверное Должно быть что-то такое И только потом заметил Спустя Что-то несколько минут Что там вот Засветилось-то Она еще в катстене Ее показалось Что там засветилась У алтаря Такая плашка И там показан рисунок Же-мое В какой последовательности Это надо запустить Это первое Что должно было прийти на ум Но я что-то не заметил Не обратил внимания Не сопоставил Но говорю Голова вообще не шарит Вот запустил Босс попустил Я быстрее блин Доль еще эту шнягу запускал Чем больше запускал Но в целом Реально вот ощущение Было такого приключения А-ля Обливиан Да То есть ты и в данж зашел Какие-то там Ночтяки нашел И босса там Встретил в конце И самое главное Ты находишь там Еще одну табличку И там говорится Какая-то табличка Да И по сути дела Тебя это подталкивает К вопросам о том Что блин Что это за таблички-то такие Куда же их там Присунуть-то может Вот Но Оставшиеся две Должны быть здесь где-то Да То есть тут какой-то Мега-данж должен быть Какая-то движня Вот То есть в этом плане Блин реально Инозума очень крутая Мне вот она нравится По эксплорингу Понятное дело Что это максимально Одноразовый контент Пройдется он Сколько тут Ну за Кто-то вообще За пару вечеров Наверное вообще все прошел Да Но В любом случае Ну то есть в этом плане Печально Да То есть если такой контент Раз в год завозится То это Ну Блин Год сидеть Это кисать Да То есть ты вроде втянулся И хочется еще И продолжение Ага сейчас Конечно сейчас будет продолжение В виде там еще островов Да В следующих патчах Здесь опять же Разрабы сделали Ход конем То есть видимо Все это так и Гениально Запланировали Да То есть максимально Разогреть народ К юбилею в год Здесь еще Опять же Поддержать ажиотаж Еще островами Ну так что Вот здесь вот Все прикольно Причем Ну Пока ты это делаешь Вопросы монетизации Не так сильно тебя дрючат Только как Хреновые награды Сундуков Да То есть Если собирать сундуки Просто как Ачевмент И чеклист Такой абсолютно Бессмысленной И ненужной Просто ну Отделать нечего Вроде не так сильно Накаливать Как только ты задумываешься О том что Какая дерьмовая же Награда за них Дается на самом деле И ты получаешь Харчу и в лицо По факту Вместо чего-то Адекватного Тогда да Начинают накаливать Вот Но Здесь вопрос Опять же Фокуса внимания Ладно Вот об этом Я тоже хотел рассказать Совсем забыл Вроде как Я теперь Точно закрыл Весь тот материал Который я хотел озвучить В общем Бегаю по инозуме Да Вот Как вы поняли Мой план На ближайшее время Нужно вот это Что-то допройти Там На самом деле Тоже квесты Интересные Были такие Ну Адекватные Там вот Где-то вот здесь Призраков каких-то Нужно было Активировать То есть Я тоже что-то Не сразу сообразил То есть Ты подходишь Там просто какой-то Призрак стоит Кликаешь Он исчезает Ну Мог И у тебя сразу Активируется квест Типа Проведи расследование Ты такой Смотришь Он там еще в одном месте Кликаешь Тоже исчез И тебе потом Пайман Говорят В них есть какая-то Последовательность Очевидно Есть какая-то Последовательность Там не сразу Соображаешь пока Что их оказывается Два призрака Ты епросто То есть Я смотрю То есть В другом месте Появился Сначала оказалось Что это один призрак И у него какой-то Сложный паттерн И что Первая мысль у меня была Что нужно его провести Каким-то правильным Паттерном По точкам Типа Как сюжет выстроить Да То есть Первая моя мысль А потом я понял Что их два Обнаружил Что блин Ни один нифига Вот Начал трогать Одного Обнаружил Что три точки Он по трем точкам Прыгает Вот Потом Тоже я что-то думал Думал Что с этим призраком Это делать Это ее процент Следующий шаг Произошел Когда мне Каким-то случайным образом Удалось их запиндюрить Там Три лисы такие сидят Около пятачка И они Два призрака Около двух лис Остановились И я такой Блин Явно что-то Со смыслом здесь Что делать Третьего призрака Ну то есть Что-то третьего Не хватает Я такой Думал Думал Может быть Самому там Встать На точки третьего Такие задачки были В предыдущих локациях Там типа Стоит два камня И тебе нужно Третьего Этим гео Путешественникам Воткнуть Я думал Может быть Там Каким-нибудь Анема запустить Нет Ничего не сработало Потом я добежал Там до лисы Оказалось У лисы Можно прочитать подсказку Она говорит Тоже Я вообще не сообразил Что там можно На нее тыкнуть Я потому что Не подбегал так близко Там говорится Что нужно духов Вместе собрать Фактически говорится Что их три Должны быть Такой Блин Вот была же мысля Что скорее всего Третий должен быть Еще призрак Как вариант Просто его нигде Не видно Я как раз к этому Подходил Да Уже сам практически Дошел до того Что должен быть Скорее всего Третий призрак Где-то Чтобы он на эту точку Встал И вот я там Уже был 99% гарантия Увеличился до 146% Я смотрелся И действительно Там на крыше Дома призрак Был Серьезно Хрен его там Увидишь-то Сперва Вот Тоже прикольный Такой мини-квестик Мини-эксплоринг И вот это все Как я уже сказал Вот это очень сильно Не хватало И вот действительно И на зону И за счет этого Он воспринимается Максимально живо Максимально интересно Плюс опять же Здесь Разное О чем еще говорили На релизе На зону Что она Очень рельефная Да То есть конечно Там Льюэ Тоже рельефная Но не воспринимался Как-то вот Прям рельефно А здесь действительно То есть здесь Вроде равнина Там сразу идет гора рядом А под горой Там какой-нибудь Мега-данш Уходит И вот это все Да И ты постоянно Вот эти высоты Меняешь Куда-то залазишь Забираешься В общем Ощущение Какого-то Вот приключения Оно здесь У меня более-менее Присутствует Прям понравилось Да То есть Справедливости ради Об этом стоит рассказать То есть раз я подробно Рассказывал Как мне нравилось там А раз здесь понравилось Я думал Имеет смысл Рассказать Да То есть Ну Вот эти вот загадки Где нужно было Купола открывать То есть конечно Это типа Квест уровня Ты дальше не пройдешь Пока Не по качеству бумаги Да Но в самом себе Тоже прикольно Там эти столбы Нужно было поворачивать В целом Не сложно Ну такой смотришь Там Ага Тут здесь так Поворачиваем Здесь эдак Плюс там еще Молнию фигачит И вот с этого Там тоже Такое горело Ты только подбегаешь К этому столбу И тебя откидывает А ты на краю И короче Персонаж разбивается И короче Да Какие-то впечатления От этого есть Действительно Вот И на сумму запоминается Ладно Давайте на этом будем Заканчивать Ролик и так Наверное Получился Как вы любите Гигантский Ну Надеюсь Чего увидимся Пока Предположительно Увидимся Где-то Наверное По Игре В сентябре Потому что Сейчас особо Даже не знаю Что тут можно рассказать Потому что По ивентам Особо ничего Да По ивентам Чего я могу рассказать Ну ивенты Окей Сейчас идут Tower Defense Там Ну Tower Defense О нем вообще Нечего рассказывать Что там будет дальше Я не знаю Если будет что-то Интересное Может быть И сниму Но скорее всего Увидимся в сентябре По Геншину Когда будем Road to 185 Продлевать Да И посмотрим Сколько там накапало С прямом Сколько мы можем Еще кликов добавить И сколько От начала сентября До До Конца Нашего плана Останется В общем Там наверное Какие-то еще дополнительные Итоги я там Подведу Да Еще Поделюсь чем-то Чем Чем будет актуально Ну либо Ну наверное да Где-то там Будем бал Кликать скорее всего Я пока склонюсь к бал Потому что она новая Хайповая И так далее И так далее А ну Ganyu Она скучная По геймплею В конечном счете Да И конечно Top Depth Это хорошо Но Вот сейчас Кстати я не проверял Еще вчера Кстати забежать В Абис Сколько там осталось Дней До конца Ну вроде Неделя только Максим прошла Блин Один день 18 часов Ю простой Я почему-то думал Что там еще недели две Какого хрена Короче надо бежать Срочно в Абис Кричь сегодня Планы меняются Срочно надо бежать В Абис И его закрывать Я Чет совсем Опять же Время тут потерял Счет Время как с предыдущим Абисом Закрывал в последние Часы Ладно там В позднем вечере Практически закрывал Хотя он там уже Все кулдаун идет В общем оттуда еще надо Гемов Стырить Вот И вот к чему я эту мысль Начал К тому что Вы видели что я Делюка подразогнал Если у меня получится Нормально закрывать Даже там на 34-35 звезд Хрен с ним С 36 В принципе И забейте на Ганью То есть не будет такого Что все Мне нужна либо Ганью Либо я не могу пройти Абис Да Или теряю кучу гемов Если я буду закрывать То вообще пофиг Топ не топ В общем то уже будет Немножко другой этап В игре Когда пофиг какой перс Насколько он там мощный Ну понятное дело Что мощного брать Не имеет смысла Если он там даже Не топ 1 То и пофиг Потому что и так В общем то проблем нету Да С закрытием контента Вот Из этих побуждений В чем то Я уже к этому Максимально близок Предыдущий я закрыл Там на Ну 100 гемов Я недополучил В предыдущем Это фигня Вот Поэтому уже не так горит Что вот нужен Топ 1 Деписер Прямо вот Прямо сейчас И никогда позже Да Поэтому Я бы отдал Из этих побуждений Предпочтение именно на Баал Чем на Ганью Ну вот Там будем В начале сентября Как раз таки С этим всем разбираться По планам И по Ганью Ладно На этом точно все Надеюсь еще увидимся